Вы знаете, страсти могут замолкнуть. Их можно, страсти, усыпить. Посмотрите, есть способы, которым можно усыпить. В частности, например, вы по истории религии, наверняка это проходили, сейчас у нас есть такой курс истории религии в семинарии? А? Есть, да? Ну, так вот, может быть, вы проходили так называемый восьмеричный путь спасения в буддизме. Посмотрите, это очень непростая вещь – восьмеричный путь спасения, который приводит человека к состоянию нирваны. В состоянии нирваны – полное бесстрастие, я вам скажу. Полное бесстрастие! Ведь там восьмеричный путь предполагает не только борьба с телесными там страстями, но и с состояниями души, и с чувствами, и борьбы с умными страстями, которые возникают в уме. Слышите? И к чему человек приходит? Потрясающим вещам! Я вот недавно буквально на одном приходе цитировал то, о чём говорил Будда, как он говорил, этот, так сказать, кумир. Да. Я сам всего достиг! Я – он! Я – Будда! Я сам всё получил! Вы слышите? Я – он! Я – Будда! Не просите ничего умолчания! Оно не может ни слышать, ни видеть! Слышите? Это такие вещи, которые он заявляет. Я сам достиг нирваны! Вы слышите? Всюду я сам достиг! Вы слышите? Я – сам! Прям древние шёпот змия в раю. Будете, как боги, как бог! Так и звучит здесь! Какая гордыня! Вы только подумайте! Я не сомневаюсь, что у него действительно он достиг бесстрастия. Слышите? Я не сомневаюсь. Но запомните только один закон духовной жизни, который надо знать. А оказывается, гордость – это самое страшное состояние – может пожрать все прочие страсти. Пожрать! В полном смысле, потому что это чудовище, дракон! И нет никаких страстей! Их и не нужно! Достаточно! Достаточно этого змея, чтобы уже человек был совершенно вне бога! Опасно преждевременное бесстрастие! Какое преждевременное? Что означает? Это означает, что человек тот, который не увидел своих страстей, не увидел их, не увидел, что сам он без помощи Божьей не может исправить своей природы. Вы слышите? Вот эта амортия, о которой мы говорили, греховность, она же у нас именно в самой природе сидит уже, идёт от этого ветхого Адама. Тот человек, который не увидел этого, не увидел, что силою Божией только он может препобедить это и стать в единстве с Богом, в единении войти с Богом, тот, который этого не увидел, не познал немощи своей, не познал, что такое блаженный нищий духом, а для этого человека опасно это бесстрастие, потому что тогда он пожирается вот этим одним чудовищем гордыней. Вот пример, я вам привёл просто Будду, но в индуизме то же самое. Возьмите, что Вивикананда проповедует и другие, что проповедуют эти, находящиеся в прелести, языком своим часто болтая, простите меня, что они грешные. На самом деле, если бы человек только чувствовался грешным, совершенно бы иначе он относился ко всему тому, с чем к нему обращаются. Поэтому, кстати, ещё хочу сказать, что один любопытный факт, аскетический факт, очень любопытный, который надо вам знать, может, не надо уже, но на всякий случай просто, потому что мы сейчас до того далеко отошли от всего этого. Вот читаю этот курс, я не знаю, кому он нужен даже, но, может, кому-то нужен. Факт очень интересный, что человек, который действительно идёт по пути препобеждения вот этих своих страстей, но исходит совсем не из того правильного начала и ориентируется совсем не теми законами духовной жизни, который приводит человека всё большему виденью, виденью, да, своей греховности при лицом всесвятого Бога. Тот человек, который действительно, кажется, внешне побеждает это, который достигает в этом отношении кажется чистоты и который молит Бога о даровании ему благодати всё большей, а, оказывается, этот человек может получить дарования, те, которые мы называем благодатными дарованиями. Я думаю, что, может быть, это способ выражения такой, что Бог даёт ему дары, например, прозорливости. Кстати, учтите, учтите, вы-то должны знать, что прозорливость вовсе не факт святости человека. Это совсем ещё не факт! Имейте, пожалуйста, это в виду! Прозорливость – совсем не показатель святости человека. А вот что здесь? Здесь две, я бы сказал, две возможности объяснения. Одна из них, как мне кажется, слушайте, я всегда предупреждаю, как мне кажется, можете это не принимать совершенно, что Бог не может давать человеку этих даров, ибо они были бы для него губительны, но он их получает? Откуда? И вот мне кажется, происходит следующее. «Человек по природе своей, его душа обладает всей совокупностью сил, если хотите, которые коренятся в человеке, как в образе Божьем». Вы слышите? Душа по природе своей – жительница того мира. И поэтому, по мере очищения её от этих грубых страстей, от грубых страстей, слышите? Я о гордости ничего не говорю. Я говорю о грубых страстей. По мере очищения души от грубых страстей, в ней эти таланты, присущие природе человеческой, начинают открываться. Какие таланты? В частности, прозорливость, в частности, чудотворение. Слышите? Чудотворение? Я не ошибся? Кассиан Римлянин писал, часто люди, развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры, именем Господа творят великие знамени и чудеса. Прошу обратить ваше внимание на это. Причём в данном случае Кассиан Римлянин ничего нового не сказал. По сравнению с чем? С тем, что сказал сам Господь. В последние времена придут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамени и чудеса. Слышите? Что прельстите всевозможных избранных? Евангелие от Матфея, 24 глава. Посмотрите, сам Христос говорит. Кассиан Римлянин фактически только переводит, если хотите, эти слова, переводит на язык, вот, язык для людей, к которым он обращался. Оказывается, вы слышите, что происходит? Как это такое может? Именем Христа могут творить великие знамени и чудеса. Знаете как? Для него имя Христа – это только форма. Форма о действии его происходит, его вот этих открывшихся в нём сил, но которые, эти силы, в силу того, по причине той, что они в данном случае действуют не по воле Божией, не с Богом, не со смирением, не с любовью, а с самомнением, тщеславием, эти силы сопрягаются с демонами. Слышите? И человек именем Иисуса Христа творит сатанинские пророчества и исцеления. Друзья мои, это вопрос, который к вам обязательно может быть. Как это такое? Разве чудеса не являются доказательством? Нет! Нет! И тот, кто творит чудеса, не думайте, что он свят. И творящего чудеса не значит просто так надо, знаете ли, уже почитать, как святого. А то иначе будем будем целовать копыта у ослица Валаамской, которая прорекла языком человеческим. Имейте в виду! Вот этот момент, этот момент, это, видите, какой он тонкий, правда, тонкий момент какой, на котором, Боже мой, спотыкаются массы людей! Массы людей! Никто не думает, что это за человек! Он сотворил чудо! Всё, ринулись! Ринулись! Он предсказал! Всё, ринулись! Причём любопытно ещё при этом, что он стоит один раз угадать, и уже об этом одном случае всё говорится, не знаю сколько, десять раз, сто раз мимо, об этом все молчат. и раздувается. Вот, оказывается, прелесть-то какая вещь страшная! Оказывается, возможно, при подвижнической жизни, лучше сказать, аскетической жизни, вот так подвихать, что-то уж очень правильное и хорошее, а аскеты бывают разные, при аскетической жизни можно избавиться от всех грубых страстей, но прийти в состояние в состояние не благодати Божией, а прийти в состояние открытия, раскрытия тех естественных природных сил, которые присущи человеку так, и, поскольку это вне Бога, соединяются с демонами-мучителями. И тогда вот эти предсказания, особенно эти чудеса, очень часто оборачиваются для людей бедствием. Бедствием приносит им не пользу. Я говорю о духовной стороне, прежде всего. Я не знаю, как о телесной стороне, но о духовной стороне приносит им вред бесспорный. Вот так, друзья мои, пожалуйста, вы запомните этот момент. Знаете, вот видите, только вы это знаете. Я думаю, ещё мало кто это знает, потому что это святые отцы, а мы же святых отцов не знаем. Нам, святые отцы, это так. Нам важны старцы, нам прозорливцы, то есть, важны, к сожалению. Вот так. Ещё что хочу сказать. Очень важное положение, которое нужно просто знать. Цитирую. Величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести. То есть, от заблуждения. То есть, признавать себя, что у меня нет самомнения. У меня нет гордости. Я не мню о себе, что я хороший. Правда, только попробуйте тронуть меня, и тогда узнаете, мню я или не мню о себе. Величайшая действительно прелесть – это действительно видеть себя свободным от прелести. Потому что пока я вижу себя свободным от этого, моя гордыня спокойно развивается. Слышите, в чём беда? Прелесть – это усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально на образ мыслей. «Будучи принятой и извратив образ мыслей, она немедленно сообщает сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущность у человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самоё тело». Один из законов духовной жизни, который стоит знать. Сердце, оказывается, наше, потому что орган чувств, переживаний, ощущений не может долго противиться уму. Вы слышите, какое дело? И когда я умом соглашаюсь вот с этим образом жизни, образом жизни, ну, в частности, вот я буду иллюстрировать вам этим откровенными рассказами странника потом, буду соглашаться с этим. Как быстро, как через несколько недель, и чуть менее полгода дойти уже до состояния всех переживаний божественной благодати и так далее, оказывается, как это быстро, только нужно делать вот это всё, приняв это умом, оказывается, я приму и сердцем, потому что очень скоро оно поддаётся действию ума, не может противиться, и идёт тогда в том же русле. И это бывает уже беда. Это уже страшная беда. Все виды бесовской прелести – все. И первый, и второй, и все другие. Знаете, от чего происходит? Читаю. Возникает из того, что в основании молитвы – молитвы – не положено покаяния, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы. Источником, душой, целью молитвы. Вот, оказывается, откуда. Тоже сказать, гордость – это, знаете, слишком общее понятие. Ну, не совсем. Вот, оказывается, в чём дело, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы, что в основании вот этой жизни нашей, оказывается, не положено покаяние. Вот, оказывается, какая беда! Вот откуда начинается развиваться вот то, что мы именуем прелестью. Склоняется, влечётся наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордостью. Ну, ещё бы не льстить! Всё-таки я уже кое-чего достиг. Слава тебе, Господи! Так и хочется повторять постоянно эти слова замечательные Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а всё твердит – я не такой, как прочие люди. Да, прелесть, прелесть как раз льстит действительно нашему самомнению – я не такой, как прочие люди. Вот, оказывается, что происходит, и почему легко она входит в нашу душу. Хочу отметить, что произошло. Что произошло во времена Христа, самим Христом, в эпоху его жизни? Кто распял Христа? Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения? Они соделались не только чуждыми Бога, но и иступлёнными врагами его – богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу. Кстати, обращаю ваше внимание, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, возбуждать искусственно. И усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают своё падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаной, заражаются ненавистью к Святому Духу. И дальше любопытные примечания, кстати. Этот род прелести редко оканчивается сумасшестием и самоубийством, но расклевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Вот это состояние книжников-фарисеев, которые, как вы помните, на протяжении всего Евангелия вступали не только в спор с Иисусом Христом, но распалялись буквально злобою, творили заговоры против Него, как бы убить Его. Действительно противились Духу Святому прямо в прямом и полном смысле слова. Эти люди, оказывается, они в то же время, при исполнении своего самомнения и гордыни, редко сходят с ума. А знаете, кто сходит с ума? Кто занимается вот этой мечтательностью? Ну, вы помните, может быть, мы с вами сейчас ещё будем говорить об этом, о прелестности западного христианства, который действительно представляет себе картины, эти образы, вот эти впадают перед собой, фильмы это целые прокручивают. Вот здесь очень легко действительно и сойти с ума, действительно сходит с ума. Им уже начинают являться все там – и Христос, и Богородица, и святые, и разговаривают они, и получают от них и советы, и сами дают советы, всё что угодно. Вот такие вещи. Вот я обращаю ваше внимание на вот эти слова, что он предупреждает святые, опасно возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающимся возбуждать в сердце любовь к Богу. Вы слышите, какие серьёзные вещи! Разве не призывает нас Евангелие? Разве не говорит первые и высшие заповеди любовь к Богу? А как же можем мы ещё стремиться тогда к Богу? Слышите? И вот вам замечательный пример. Ещё один, я бы сказал, пример. Как можно извратить смысл Евангелия как такового, когда Господь призывает и говорит первая и большая заповедь – это возлюбие Господа, Бога твоего, то речь идёт не о возбуждении чувства любви. Слышите? А о чём идёт речь? Христос ответил, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди моим». Не о возбуждении чувства любви категорически запрещает светоотеческая практика возбуждать, искусственно возбуждать в себе чувства любви. Опаснейшая вещь! Потому что здесь человек впадает в фантазии, как можно возлюбить Бога, которого мы не видим? Мы можем возлюбить человека, можем в конце какой-то, какой-то, в природе что-то и так далее, но Бога, Который есть Дух. Ответ! «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот, оказывается, что такое любовь к Богу? Это жить по тем, если хотите, призывам Бога, которые называются заповедями Божьими, а не возбуждать в сердце любовь к Богу. Вот в связи с этим вращаю ваше внимание на эту книгу «Жизнь старца Афонского Порфирия и Кавса Калевита». Какая беда, что он пишет! Какая беда, что там написано! Не боритесь со страстями! Не боритесь с грехом! Помню, 204-я страница, кто, если желает, сам почитать. «Не боритесь, любите Бога!» Это вы слышите, что такое? Это всё равно, что я люблю человека, и вонзай ему кинжал в спину! Я тебя люблю! Великим постом! Ефрема Сирина молитва вся, с коленопреклонением даже! А здесь не боритесь с грехом! Вообще-то, вы знаете, поразительное дело! Оказывается, не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога! Вы знаете, что это такое? Что это такое? Это прямо, если хотите, такое хотя бы элементарное, но буквально изложение подвига, если можно так сказать, западно-католических великих святых, которые были влюблялись в Бога! Слышите? Уже не любили Бога, а влюблялись в Бога, в Иисуса Христа! В полном, вы слышите, смысле слова – влюблялись! Я говорю о великих женских святых католической церкви. Категорически запрещает это святоотеческое учение. Исаак Сирин об этом пишет. Прошу запомнить эту мысль! Запомнить! Вот он пишет. Это слово 55-е его. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Вот, оказывается, что предшествует возникновению в душе божественной любви. Слышите? Прежде очистить нашу душу, апостол Павел пишет, любовь – это есть совокупность совершенств. Слышите? Вершина всех их совершенств, оказывается. А не то, что не боритесь с грехом, любите Бога! Что это такое? Я обращаю ваше внимание, вы обратите внимание, вот, просто извините, Афон. Греки прямо всё на него молятся. Эту книгу прямо защищают. Приведите мне хоть одного святого отца. Сам греческий другой старец, Ефрем Мараитис, прямо пишет противоположное, афонский тоже старец. Да. Боритесь с грехом! Не допускайте греха! И так далее. А здесь не боритесь! И вообще, когда вы прочитаете эту книгу, то вы будете вообще поражены. Чего там только нет! И, друзья мои, мы оказываемся сейчас, я уже не знаю, на грани или перешли грань, если вся Греция уже молится на него. Но ещё бы! Благодать-то какая! Не боритесь с грехом! Выбросить надо эту молитву Ефрема Сирина «Господи, Владыка, живота моего!» Это что такое? Вы слышите, перед чем мы стоим? Вот это прелесть, да! Уже прелесть, которая заражает огромное количество людей. У нас издают на русском языке. Я вам говорил, что мне на Афоне её подарили, эту книгу, да, как авторитет! И там столько таких вещей в этой книге! Я уж не хочу сейчас даже перечислять, что просто-просто беда! Вот что такое прелесть! Это опаснейшее дело! Хочу ещё сказать. К состоянию самообольщения и прелести прямо относят святые отцы тех мирян, монахов, священнослужителей, которые довольствуются – я могу это зачитать – довольствуются совершением всех правил, молитвенных правил. Если священник – совершать богослужение. Монах – там келейные правила. Мирянин – то же самое. Это, вы знаете, оказывается, пишет так, не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевные настроения тех, которые, отвергнув упражнение, молитвы Иисусовой и вообще умные делания удовлетворяются одним внешним молением. Слышите? Внешним молением, внешним совершением молитв. То есть, неопустительным участием в церковных службах освящения, куда денешься? Неопустительным исполнением келейного правила. Вывод. Они не могут избежать мнения о себе, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии книги святого Григория Синаита. Ибо признающие за собой какое-либо доброе дело находятся в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести. Игнатий Бринчинин по этому поводу пишет, надо каяться, молиться и охраняться от прелести, потому что в настоящее время середина XIX века – ну, не в нашу, конечно, не подумайте – потому что в настоящее время большая часть желающих благочестно жить и мнящих о себе, что они живут благочестиво, слышите, разгорячены вещественным разгорячением и находятся в большем или меньшем самообольщении. Поэтому Игнатий Бринчинин призывает, надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актёрами и актёрством благочестия. Увидев это, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждений ближних. Надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия ещё дарует возможность спастись тем, которые позволяют спастись. Слышите? Предупреждают и от актёрства благочестия. Ну, ладно, друзья мои, это я вижу, у вас тут много шпаргалок, я не знаю... Так, надо было пораньше... Ну, сейчас я попробую, попробую, если будет у нас возможность поговорить. Что тут вы... Так. Какими простыми аргументами объяснить светскому человеку православный подход к браку? Целомудрие до брака, вред гражданского брака, в чём женская и мужская роль в семье? Ну, вы, слушайте, большой вопрос такой. Об этом... Давайте поговорим, может быть, специально по этому вопросу. Потому что сейчас это вопрос, который я не могу ответить за одну минуту. Тут есть о чём поговорить. Второе. Если по воле Божией происходит те зло, попущение, делается по нашей греховной воле, то зачем это выражение? А в волю дьявола входит в волю Божию. А попущение зачем входит? Друзья мои, дело вот какого рода. Когда мы говорим попущение Божие, то мы говорим о том, вот о чём на первом уроке мы разговаривали о понимании греха. Грехом мы раним сами себя. И Господь дал нам свободу и дал нам, мы можем сами себя ранить. Представляете? Я говорю о духовных ранах. О грехе. Мы можем грешить. Как назвать это? Попущение Божие? Как назвать, скажите? Воля Божия. Кажется, воле Божией, чтобы мы жили хорошо. А то, что мы грешим? Да, мы свободны. Слышите? Можем жить по заповеди, можем жить по заповедям, можем жить вопреки. Вот это вот вопреки воле Божией, это называется попущением Божиим. То есть, Бог даёт нам свободу. Вот и больше ничего. А уже эту свободу, используя во зло, мы действительно действуем как? По воле дьявола. Вот так. Надеюсь, понятно, да? Вот так. Насчёт брака в следующий раз, тогда, может быть, спросим и поговорим. Да. Если человек считает себя плохим, ничего доброго в себе не видит, кроме грехов, рассматривая в себе только их, как не впасть в уныние, что радостного в православной духовной жизни, кроме прощения грехов? Хороший вопрос, правильно, да? Ну, мы с вами вот кое-что, о чём кое-что говорили, о радости, да. Ну, вот что. Может быть, мы так говорим неудачно. На самом деле, в духовной жизни происходит так. По мере видения своей греховности и действительного смирения человека, ещё больше в человеке, более внимательно, более сильно происходит молитва. В молитве что происходит? Единение с всеблагим Богом. Поэтому это видение своей греховности даёт человеку такие утешения, о которых мы даже и не знаем. Радость в молитве. Посмотрите, о какой радости в молитве говорят все святые. Недаром апостол Павел за словами «непрестанно молитесь», дальше, следующее прям – «всегда радуйтесь». Так оно и есть. Напоминаю вам, когда человек тяжело болен, так и вдруг начинается исцеление. Какая радость! Вот это ощущение радости, какой? Что врач дал мне, дал мне эти такие лекарства, которые, вижу, действуют оздоровительно на меня, они же приносят радость человеку. Поэтому это действительно очень часто многие думают, что видеть всё больше свою греховность – это можно впасть в полное уныние, даже отчаяние, ничего подобного. Как раз, знаете, отчаяние, чего происходит? Я весь болею, я всюду иду, я чувствую, у меня там и температура, и ещё что-то, а у меня никто ничего не находит. Вот ужас-то! И какое благо вдруг! Врач говорит, вот что у вас болит, и вот средство! Уже какая радость! Наконец-то нашли! А то, чего мне только не делали! Вот это сознание своей греховности, это покаяние, оно всегда собрегается с радостью. Учтите это, потому что здесь человек соединяется действительно с Духом Божьим. Поэтому, посмотрите, все святые. Серафим Саровский, ох, пример хороший! Радость ты моя! Всегда говорил об этом. Вот как! Так что это нужно действительно отвечать на это. на это именно так. Поэтому в православной жизни радость, уже первая радость, это искренняя молитва, потому что она тут же даёт утешение душе человеческой. Вот так! Ух, тут сколько! Да, вот видите, что... Ну, сейчас это тоже пока отложить. Большие вопросы, слушайте, сейчас, чтобы не... чтобы нам не... не оказалось... отложим вот эти большие вопросы. Можно ли сказать, что лицемерие – это благочестие, не исходящее из сердца, актёрство ради формы. Нет! Лицемерие – это фальшь! Это фальшь! Это обман! Я обманываю других людей, изображая себя благочестивым, изображая себя, а на самом деле являюсь нечестивым. Это просто обман! Лицемерие – это обман! Вот! Поэтому назвать его как-то благочестием язык не поворачивается. Почему Ганди, Конфуции нельзя назвать духовными людьми, если нравственными можно? Ну, потому что это разница! Мы же с вами говорили, что... В чём разница между нравственностью и духовностью? Я могу быть очень нравственным, то есть не совершать никаких поступков, которые бы показывали меня, как выражение моего поведения не должного отношения моего поведения к другим людям, к закону, к природе и ко всему прочему. Это нравственность! Это чисто внешний образ поведения! А духовность – это то, что внутри человека присутствует! Это мои мысли, чувства, желания, которые могут быть добрые, могут быть злыми! Но это только первый уровень духовности! Если мы говорим о христианской духовности, то этот уровень, когда человек борется со своими страстями и понуждает себя к правильной жизни, этот уровень, знаете, с чем сопряжён? С действием благодати Божией! И, кстати, этому действию благодати Божией очень помогает таинство! В частности, причение! Благодать Божией мы всегда забываем! Поэтому христианская духовность сопряжена с действием благодати Божией! Причём это факт, который, я надеюсь, что все мы даже в своей жизни это, так сказать, имели! Как действует причастие! Как действует исповедь! Действительно, какое происходит благоприятное такое воздействие на душу человека! Ну, так, ещё тут что-то, да, или нет? А! Последнее, да! Сейчас что-то... Извините! Объясните, пожалуйста, как совместить состояние радости, ведь сказано всегда радуйтесь, и состояние покаянного... покаяния мытаря, да. Вы знаете, объяснять тут невозможно, тут надо пережить! Пережить! Все святые, посмотрите, даже плакали о грехах своих, и эта радость, это покаяние сопрягалось с радостью. У Андрея Критского есть замечательное в каноне такое тоже выражение, я не помню точно, но радостно-покаянное, что ли, вроде это, кажется, высказывание, это всегда сопрягается. Тут объяснять невозможно, это надо просто на себе испытать, и тогда всё будет понятно. Когда отчаяние, уныние – вот это действительно грех! и признак, кстати, неправильного отношения к себе. Повозникает это уныние, отчаяние от самомнения. А когда я действительно, прости меня, Господи! Всё! И человек скоро ощутит это прощение, и это радость. Иоанн Кронштадтский, помните, как он говорил? «И вновь пространство ощутил я в душе своей». Йею!